Первое обращение по поводу озера Дикой Утки, по словам чиновников, поступило около трех недель назад. С этого момента началась проверка сразу по нескольким направлениям. Честно ли это территория, законы ли проводить здесь работы и, что самое главное, осуществует ли озеро вообще? По информации Московского Уокского бассейна водного управления, водные объекты там не зарегистрированы официально. В ГВР информация о водных объектах на данной территории. Вот конкретно озера Дикой Утка, такого озера нет. В ГВР, однако это не исключает возможности нахождения там каких-либо водных объектов, будь то болото, будь то ручей, река, озеро, все что угодно. Но это просто не зафиксировано в водном реестре. Андрей Машинистов добавил, что подобное встречается довольно часто, когда озеро есть, а на картах в реестре отсутствует. Занести водоем на карты могут специалисты из гидромедцентра, соответственно, после проверок. В данном случае они там действительно имеются. В спешном режиме, сегодня мы посмотрели, на протяжении уже многих лет они присутствуют, не пересыхают. По поводу того, что еще замечание, что очень много озер вдоль, вот этих старичных озер вдоль реки Аки, да, они, большинство из них не внесены в водные объекты. То есть, потому что их очень много, очень-очень много. Вот только есть в этой истории свои проблемы. Территория, на которой расположено озеро Дикой Утки, находится в частном владении. То есть, на всю местность протяженностью 44 гектара проход специалистам без специального разрешения запрещен. Стоит отметить, что владельцу земли штрафы уже выносили. Правда, за другое. По словам чиновницы, куча строительного мусора попали на муниципальную территорию. Обнаружено 8 мест складирования на границе земельных участков, про которые мы рассматриваем, и рядом. Вот между ними, соответственно, префектура пришла, штрафовалась в соответствии с правилами благоустройства. Мы не можем собственника на его земле штрафовать. Это его земля, там он может. А там, где муниципальная земля, и у него зашли отходы, да, конечно, мы протокол об инстатичном правонарушении был составлен. В настоящий момент представители различных ведомств отправили запросы в Росперероднадзор с целью установить, был ли причинен вред почве в ходе строительных работ, и в Росреестр, чтобы узнать, используется ли земля по назначению. Ответ на самый главный вопрос прозвучал, но он неутешительный. Чиновники говорят, что проводить работы на озере Дикой Утки можно, ведь земля частная, а выдаем не внесен в Росреестр. Но как только он там появится, все работы должны прекратиться. Вместе с тем, для определения конкретно нарушений водного законодательства, мы направили запрос к Рутовскому, то есть в Росгидромет, который подтвердит или опровергнет, ну то есть, если есть водный объект, мы тремя руками за и готовы отработать, то есть, сами в административном порядке. Исход ситуации зависит от специалистов гидрометцентра, которые и вынесут окончательное решение, существует озеро или нет. А пока всем остается наблюдать, как места гнездования чаек практически ежедневно засыпают землей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.